В этом году формат конкурса журналистского мастерства сильно изменился. Это было сделано впервые за 6 лет его проведения. Раньше победители определяли по двум направлениям в 19 номинациях. Теперь конкурс проводился уже в формате соревнований редакции муниципальных средств массовой информации «Медиапрофи» и индивидуального соревнования журналистов «Профессия журналист». Конкуренция выросла. Больше нет вторых и третьих мест, только победители. В одной из самых престижных номинаций лучший автор информационно-аналитической программы приз завоевал редактор телекомпании «Терра» Евгений Курдов. В номинации лучший автор информационно-аналитической телевизионной программы награждается Евгений Курдов, телерадиокомпания «Терра». Здравый смысл слова с вами. Так обычно начинает свою программу Евгений. Острые темы, неожиданные находки и всегда с юмором, плёсткой и остроумной. О важных событиях 63-го региона. Аналитическая программа, конечно, здесь больше такой авторский взгляд, скажем так, при формировании программы, при написании текстов, но тем не менее, да, это действительно командная работа. Информационно-аналитическая программа «Здравый смысл» выходит на «Терре» с 2005 года. Её задача – рассказать о наиболее заметных событиях и явлениях в Самарской губернии. Коллективу программы интересно всё. Политические интриги, взлёты и падения, реальная подоплёка громких уголовных дел, горе и радости простых граждан. Авторы сюжетов делают акцент на аналитику, взвешенную трактовку событий и эксклюзивность информации. Эфир каждый понедельник в 18.30. Эфир на самом деле заслуга всего коллектива, который работает на программе «Здравый смысл». Это и журналисты, и операторы, монтажёры, выпускающие студии. Также хочу сказать большое спасибо человеку, который очень много у меня научил и которого, к сожалению, сейчас нет. Это Ирина Николаевна Шипила, главный редактор телекомпании. Хочу сказать большое спасибо генеральному директору телекомпании Наталье Николаевне Камбаровой, которая позволяет нам, коллективу, в том числе и программу «Здравый смысл», иногда немного выйти за рамки того, что позволяют себе, скажем, государственные официальные СМИ. В этом году областной журналистский конкурс приурочен к юбилею – столетию Самарской областной организации «Союза журналистов России». Вот уже много лет её бессменным председателем остаётся Ирина Цветкова. Она рассказала о лидирующей роли медиасообщества 63-го региона на общероссийском уровне. Вот благодаря, наверное, тому, что мы всегда вместе, и нам удалось с вами достичь больших успехов, стать действительно лидерами и лучшими в России. Поэтому, уважаемые коллективы, спасибо вам за то, что вы есть, потому что без вас не было бы Союза. Поздравляя журналистов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что 2018 год был ознаменован важнейшими событиями для всей страны и региона – выборами президента и Чемпионатом мира по футболу. Мы не только успешно справились в 2018 году с теми задачами, которые стояли перед регионом, но и мы в этот год создали очень серьёзный задел для будущих успехов. Мы не можем останавливаться на достигнутом. Меня некоторые журналисты спрашивали, а есть ли жизнь после Чемпионата мира по футболу для Самарской области? Теперь мы знаем, что точно есть. У нас новые грандиозные инфраструктурные проекты, не побоюсь этого слова, континентального значения. Таким непростым темам коллектив здравого смысла уделял много внимания в 2018 году и продолжает это делать. А это и значит, что не за горами новые триумфы. Всего в копилке ТЭРа десятки престижных наград, в том числе три бронзовых орфея за победу в главном телевизионном конкурсе страны – ТЭФИ-регион.